Парк общей площадью чуть больше 4 гектар включает в себя овраг с родниками и прилегающую к нему территорию. Со всех сторон зеленая зона ограничена улицами Полевая, Зубковой и Новоселов, а также строящимися многоэтажными домами. По словам Евгения Рыбакова, председателя экологического Рязанского альянса, проект Дендропарка зародился около 4 лет назад. Тогда эта территория сильно отличалась от того, что предстает перед нашим взором сейчас. Начали с того, что просто приехали, посмотрели. Там, конечно, ужас был. Я не представлял, что такие места вообще в городе есть. Помимо мусора бытового, там какие-то склады шприцов, маленьких сиреней каких-то. Начали активисты с мусора. Тогда с территории вывезли несколько десятков мешков. А после – высокая трава, от которой тоже было решено избавиться. Само название проекта – Дендропарк – подразумевает наличие большого количества деревьев. Однако и здесь активисты столкнулись с новой проблемой. Не все зеленые насаждения приживались в парке. Какие-то пришлись по нраву домашним животным, а другие по ошибке скашивались вместе с травой. Сейчас в Дендропарке уже посажены такие привычные деревья и кустарники, как дуб, груша, боярышник и сирень. Так и совсем необычные – Диервилла, Котальпа, Сумах и другие. Нашли свое место в парке и пионы. Евгений Рыбаков говорит, что при облагораживании территории помогали и строители. Вклад там строителей вносили. Их администрация просила там какие-то дорожки сделать, лавочки. Однако работа все еще не закончена. Высокая трава, мусор, да и неочищенные родники. Все это в скором времени изменится. Первоначально планируется установить забор вдоль улицы Полевой, чтобы территория будущего Дендропарка не захламлялась. После этого у активистов большая работа. Они уберут весь мусор с этой зеленой зоны. По словам специалистов, в скором времени работы здесь продолжатся. А пока по парку неспешно гуляют местные жители, которые надеются увидеть в будущем Дендропарке потерянную красоту. Зелени должно быть как можно больше. Ну это даже хорошо. Мы раньше здесь вообще был овраг. Мы раньше там и загорали, и отдыхали, и родник. То, что красиво, всегда хорошо. Евгений Рыбаков отметил, что он ни разу не видел, чтобы в акциях по уборке мусора участвовала местная молодежь. В большинстве своем сюда приезжают люди из других районов, чтобы сделать парк еще чище и уютнее. И кто знает, какими красками он засеяет в скором времени. Парк, не знаю, какое слово лучше подобрать, где высажены очень много разных деревьев разнообразных. Они там хорошо себя чувствуют. Там вечером гуляют люди. Я не знаю, что сказать. Там сидят, отдыхают. Глаз радуется. Это такой небольшой, но новый зеленый участок в городе. Хотелось бы, чтобы больше было таких. В год экологии в Рязани прошло множество акций по благоустройству города, а также высадки зеленых насаждений. Сказать, что их стало больше, значит не сказать ничего. Однако главный вопрос в другом – стало ли их достаточно. Сейчас по всему городу можно увидеть саженцы разных деревьев. А на других зеленых зонах идет активная работа. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.